Реба Раяца Реба Раяц был готов помочь любому еврею, вне зависимости от того, в каком духовном и материальном состоянии он находился. Дело в том, что весь еврейский народ может представиться как один большой организм. И так же как в материальном теле, который состоит из различных органов, и каждый из них выполняет свою функцию, а голова всем руководит и направляет человека, и чувствует боль каждого органа. Так же и лидер еврейского народа является головой всего еврейского народа, направляет весь еврейский народ, указывает им путь согласно желанию Всевышнего и чувствует любовь, боль каждого игре как свою собственную. В своем последнем российском мучении Реба Раяц учит, что основа божественности находилась именно в нашем самом низком материальном мире. Но потом, в результате грехов первого человека, Кайна и поколения Эдаша, она поднялась обратно к своему источнику. Но в дальнейшем, когда пришли все правильников от Абрама Абина до Мошара Абейна, божественное присутствие снова спустилось в наш мир. Таким образом, человек, судя по современному состоянию нашего мира, полного зла и детального сопротивления божественности, может прийти к выводу, как в своих действиях я могу изменить ситуацию, что стоит мое служение Всевышнего. Поэтому приходит Реба Раяц и объясняет, что то, что наш мир, полного зла и сокрытия, это не изначальное состояние мира, что изначально наш мир, это сосуд для раскрытия божественности. И что все зло, которое у нас есть, это что-то добавочное, что изначально не свойственно нашему миру. И так как Всевышний обещал ранее и поздно снести все зло с лица земли, поэтому мы изначально, уже сейчас можем рассматривать все то, что мешает нам служение Всевышнего, как что-то уже несуществующее, как то, на что уже обещано, что оно будет исправлено. Таким образом, гораздо легче пройти все трудности и испытания, которые посылает нам нашу жизнь. Одно из усыновлений Реба Раяцца, это ежедневное изучение недельной главы Тора с комментариями Раша. На это он приводит известное всказывание Альтер-Реба, что необходимо жить вновь со временем. Ведь известно, что каждая недельная глава непосредственно связана с тем временем, в котором она читается. Кульманационный момент недельной главы Башаллах, это раступление Красного моря. И известно, что на момент, когда еврейский народ стоял на берегу моря, на них разделились на четыре группы. Одни хотели обратно вернуться в Египет, другие хотели пойти воевать с Египтом, другие хотели утопиться обратно в море, другие просто стояли и молились Всевышнему о спасении. И только поступок Нахшина, сына Аминадава, его готовность пойти на самопожертвование, идти вперед к той цели, которую указал Всевышний, дарование Тора, несмотря на какие препятствия, даже несмотря на море, которое стоит перед ним, как раз и привел этот поступок к растущению Красного моря. Таким образом, урок, который каждый из нас должен отсюда извлечь, что наша цель – это Тора, заповеди и хорошие дела. А все препятствия, которые стоят на нашем пути, которые морозят нам голову и сбивают с них, мы должны в них не обращать внимания и идти прямо к нашей цели. Тогда все трудности рассветятся сами собой. До свидания, всего доброго.